Здравствуйте! Здравствуйте! Снова звонок и снова урок. Семиклассники. Для них физика предмет новый. И задача учителя влюбить в себя физику, преподать интересную науку, пестрящую формулами и определениями. Мне нравится физика, ну, во-первых, потому что учитель хороший. На первом уроке конфеты всем раздавала за ответы. Заманила, в общем. И подобных приманок у Натальи Васильевны огромное количество. Не только конфеты, но и разные методы, используемые на уроках. Очень нравятся ребятам опыты, к примеру. И вот простая и прозаическая тема урока «Взаимное притяжение и отталкивание молекул» превращается в исследовательский и даже творческий процесс. Минаем, попробуем. И отпускаем. Что произошло? Рассказываем. Что увидит? Рассказываем. Так, 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 так. Ещё, ещё, ещё. Кто проснулся? Так. Ну, давай. И ртулась в твою первоначальную форму. Она объясняла то, что молекулы проходят между собой и положила в карман кофе. И сказала, ну, мы не знали, что там лежит. Она сказала, что там. Мы должны были это прочувствовать. Ну, молекулы запаха проходят между молекулами ткани. Справились с задачей? Да, я. Мне нравится физика. Ну, вот прям с первых уроков понравилось. Предыдущие уроки, сегодняшний урок был интересен тем, что постоянно на партах у нас лежат всякие штучки неинтересные. И ты как бы в предпокушении, что мы будем с ними делать. На уроках у Натальи Стёпочкиной все на равных. Учитель обращается к ребятам не иначе, как мои друзья. Мнение по изучаемому вопросу может высказать каждый. И не страшно, если оно неверно. В споре, как говорится, рождается истина. Выслушав каждого, учитель чётко и целенаправленно подводит к той самой истине. Конечно же, я когда иду на урок, я планирую. Но вы видите, что тут запланировать очень сложно. Как пойдёт урок, к чему они придут сами, как они завернут ту или иную ситуацию. Вот, наверное, наш профессионализм в этом и зависит. Что в любой ситуации нужно, наша задача, самое главное, вырулить их в нужное русло, чтобы они сами добились хороших результатов и правильных, сделали выводы правильные с урока и ушли с новыми знаниями. А ещё Наталья Васильевна говорит, моя работа – создавать ребятам проблемы, а они их с удовольствием решают. Пришло всё с опытом, рассказывает педагог, и делится воспоминаниями. В школу Наталья Стёпочкина пришла 14 лет назад. Конечно же, когда я пришла первый год, работала я в малокомплектной сельской школе, совсем было всё по-другому. Я боялась оторвать глаза от книги, от учебника, боялась также сказать что-то не то, сформулировать как-то не так. Но всё это проходит, и вот опыт, и, скорее всего, не сколько я их учу, а сколько они меня научили, дети, так, как надо вести, чтобы и мне было комфортно на уроке, и я не боялась к ним идти. И они шли ко мне с удовольствием. Многому приходится учиться, говорит наша героиня. Жизнь требует. Быть современной, не устаревшей для них. То есть все новые технологии, какие осваивают дети, я вместе с ними. Звание лучшего учителя Российской Федерации, считает Наталья Васильевна, большая награда, но не главная. Для меня, наверное, самая награда, когда вот уходя, как вы видели сегодня, дети говорят спасибо за урок, и мы ещё раз придём, придём с удовольствием. Ну вот это, наверное, самое главное в нашей профессии. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.